Так, первое. Господь говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Неверующий не увидит в жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Иоанна 3.36. Примиритесь с Богом, потому что смерть, говорит, не за горами, а за плечами. А Христос умер за нас, и за гробом нет покаяния. Это что, за умерших, за верующих молятся. И поэтому надо привести себя в порядке. Если я сегодня умру, цель, которую мне Бог поставил, я должен достигнуть ее в любом варианте. А какая цель? Быть со Христом. Спасти не жизнь, но душу бессмертную. Вот почему апостол Павел в послании к филиппистам, один пишет, 31 говорит, что для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Смерть несет все плоды. То, что я делал, занимался, вот там посмотрели бы, детский лагерь. Я создал детский лагерь, построил ЕМД «Быч», зарегистрировал в краевое дело юстиции. Я директор лагеря 45 лет. Без помощи государства тысячи детей подняли. Все это бесплатно. То есть и обслуживаем, все делаем для Бога. Я вот много лет вел занятия в университетах, школах, и все это бесплатно. Хорошего человека. Ну, это Господь уж будет нас определять. Но дело в том, что мы это все отдаем. Вот если вы по скайпу зайдете, вы пять минут уже постановите его. Звонок дадите, и я через три минуты вам все сокровища скидываю. Все книги. У меня 38 томов книг. Все абсолютно отдаю даром. И там мы можем встречаться ежедневно. Вы можете приходить с друзьями, с родными, задавать любой вопрос. И Господь утешит вас. На сегодняшнее событие, политика, что там умер, там смутьян один, и что там сейчас такой путь. К выборам готовиться. Любой вопрос. В основе по Библии. По Библии. Поэтому я отвечаю не просто как, а по пяти параметрам. Вот я стою за капитрой, а мне записка подходит. Я считаю, какое место занимают русские поэты в подготовке Октябрьской революции. Понимаете, что? Я сразу отмечаю, что говорит Библия. В Библии это 77 книг. У меня нет ее на кафедре. Я на памяти отмечаю. Какая книга, какая глава, какой стих. С точностью до одной буквы. Второе. Что говорят поэты, не поэты, патристика, святые отцы. Это 300 томов, три сотни. Что говорит церковное право, 719 параграфов. Что говорят жития святых, 1173 биографии. И что говорят 300 поэтов мира за 200 лет, а 20 тысяч файлов. Это все вы получите даром. Понимаете как? Это только Бог может сделать. С человеческим умом это не постичь никогда. Это все понимают. Это Бог делает. Так, а тогда второй вот вопрос. Что нас ждет в будущем? Или может лично даже меня, не знаю. В будущем сейчас по мировой системе отменяется денежная система. Первое. Далее. Договариваются все-таки, чтобы действовать государство в то время, самых больших, покориться одному. Границы стерты, воевать не с кем. Как мудро-то делается. И я спрашиваю, когда, ну как думаете, государство какое будет? Какой город столичный будет? Москва. Я говорю, Москва будет сожжена до этого. Откровение 17-18 главы. Это предсказано. А что будет? Иерусалим. И один еврей, он разбивается на 12 колен районов, будет командовать миром 3,5 года. И тогда с неба является Христос. И будет суд, о чем Лермонтов писал на смерть Пушкина. Есть Божий суд на перстике разврата. Есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону златы. И мысли, и дела он знает наперед. И вот это наступит. Все мертвые воскресают от первого Адама до последнего. Часы мира останавливаются. Наступает поисторическая вечность. Праведки вечно будут в раню. Грешники вечно будут мучиться в огне, гореть с дьяволом. И с тем, который будет антихрис над всем миром. Который будет выдавать себя за Бога. Вот сейчас там Хамас восстал в Израиле. Все события мира теперь там будут, не здесь. Но самое страшное, что войска советские пойдут, как в Сирию, туда. И ни одного живого не вернется домой. Это полная раскладка. А конкретно? В конкретном и все смертные. И поэтому при жизни Бог принимает покаяние. Он умер за наши грехи. Возмездие за грех смерть. Плата за грех. Как пишут алтыши. Смерть несет плоды. И вот я все сделал, там бесплатно. Смертный сейчас это все будет перед Богом. И там вечность. Покаяния за гробом нету. Оно неприемлемо Богом. Только при жизни. И поэтому вот мы идем к краю стола. А перед смертью? Перед смертью. Вот я иду, и там, допустим, 70 лет, 80, но мне 84. Там смерть. Но ее Бог милует пока не дает. Но каждый день мы можем оборваться. То что-то на нас упало, то машина наехала, то еще что-то. Мы должны в любом варианте достичь цели. Спасти свою бессмертную душу. А как, если не знаешь свои цели? А вы уже узнать будете. Чтобы нам не потерять друг друга. Вы все будете знать. Заходите в скайп Игнатий Лапкин. И все эти вопросы у меня уже отвечены. Мне не надо это время тратить. Только зайдете на сайт, это скайп, а в скайпе там сайт. Там я отвечаю на 4124 вопроса. В университетах. В академгородке. В милиции, полиции, в воинских частях. Я три радиопрограммы вел. Все это даром. Там не надо мне отвечать, уже отвечено. Там и по Украине, и что вот сейчас делается. Надо твердо верить. Господь создал меня для жизни вечной. И поэтому Он надеется на меня, как умер за меня. И кровь свою пролил страданием на кресте. Меня Он искупил. Вы любите поэзию? Да, конечно. Вот у меня в прошлом году вышло 4 тома моих стихотворений. Каждое стихотворение 9 куплетов, это 36 строчек, эпиграфы из Библии. 4 тома. Каждый том 882 страницы. А то в мире никогда не было. И при том, черновики сохранились, ни одной помарки нету, как чистого листа. И меня часто спрашивают, ну а как вы такую тему? Я в литературном институте когда там считал, в Москве. Я говорю, у меня на молитве как бы проплывает строка. Как бы? Я ее не вижу. Я ее чувствую. Я сразу во время моления записываю. Одна строчка. Святая Русь, когда была святая? А потом я допишу. Святая Русь, когда была святая? Скажите дату, срок и имена. Во свете Библии патетика растает. Останется вино, вина, война. Хватали все от севера до юга, до порта Артура, Ост по острову. Все подгребли самым тайгу и в югу. И расплодили нехристи воров. Кто хуже нас сокровища земные, транжирит, жжет и рубит по весне. Мы опостылили от века и до ныне прибалтики, татарам и Чечне. На наши земли вожделения, зависть, облизываясь, смотрит миллиард. Весь мусульманский мир, там добовольцев запись, у нас отнять за счастье каждый рад. О, Боже, проповедников пришли, служение Богу на родном, на русском, крещение духом водное в крови, тернистый путь и вход уж очень узкий. Тогда исполни вверенной нам, не Русь святая, а герои веры, в народы понесут евангельский бальзам от коммунистической заразы и химеры. Ничего себе. Да, и эти стихи, положенные, ну, примерно 80 стихотворений, поются в интернете. И когда кто зайдете, я сразу все это скину. Скайп, Игнатий Лапкин и звоночек. Больше ничего не надо. Если меня даже не будет, у меня голубятия, я там должен накормить, там полезть. У нас статья большая в губернской газете «Алтайская правда», это Барнавул. Статья «У злого человека голуби не живут», я подтверждаю, да. А у меня две голубятия. Мы деревню строим православную, где, кто думает поселиться, должен сначала доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. У нас ни одного аборта, ни одного развода. И когда люди смотрят на наши, говорят, неужели такие люди в 21 веке сохранились? Какие девушки, юноши, сохраняют физиологическую девственность до брачной ночи? У нас шалап нету. А сегодня в школах, в шестом классе ее на вторую букву алфавиту уже называют. Да. Ну вот так, вы можете сказать свое имя. Я сразу скажу вам, как переводится, с какого языка. Меня зовут как одного из апостолов Иисуса. Иван. Иван. Иван, господин благословенный. Еврейское имя. Это еврейское имя. Еврейское? Еврейское. У англичан это Джон. У латышей Янис. Это от евреев получили. Это любимый ученик Христа. Самый, он мальчишка был. Он самый единственный, кто дожил до своего возраста. Умер от старости. Да, да. И вот этой смертью. Он уже во втором веке где-то умер. На острове Патмос он записал вот это откровение, апокалипсис. И вот он у меня, по-моему, его богослов. Иван Богослов. Да, ну потому что он говорит... Это мой ангел-хранитель. Понимаете, почему богослов? Вот в чем дело. Он начинает... Все три евангелиста, Матфея, Марк, Лука, они пишут о земной жизни Христа. Как он вознесся. А этот пишет о небе. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Он Бога-слово. И вот так и назвали. Бог-слово. Слово с большой буквы. Вот какое дело-то. Вот так что заходите, пока не потерялись. Скайп. Звонок Игнатий Лапкин. Все. От вас не прощение. Это все бесплатно. Хорошо. Так, отхожу. С Богом. Жду звонок. С Богом. Спасибо вам. Да, аллилуйя. Спасибо вам.